Александра Бортич, молодая и перспективная белорусская актриса, стала известной благодаря участию в фильмах «Как меня зовут?», «Джикс Ласс 2» и «Выстрел». Вошла в список 35 актеров, признанных прорывом 2014 года, а журнал GQ включил ее в топ-9 актрис 2015 года. Детство. Будущая звезда кинематографа родилась в городе Светлогорск, Республика Беларусь. Семейная жизнь ее родителей не сложилась, и они развелись, когда девочке было всего три года. После этого ее мама жила преимущественно в Москве, а за Сашей присматривала бабушка в Гродно, вплоть до того момента, как внучке стукнуло 10 лет. В тот момент мама Саши вышла замуж во второй раз и забрала дочь к себе. Девочка с ранних лет была веселым и активным ребенком, легко запоминала стихотворения и часто декламировала их перед гостями. Кроме того, Саша Бортич с удовольствием училась в музыкальной школе, где освоила игру на саксофоне. Милая голубоглазая Саша в школьные годы предпочитала общаться с байкерами. Благодаря этому опыту она научилась водить мотоцикл и полюбила тяжелый рок. Еще подростком будущая актриса побывала на концертах Deep Purple, Iron Maiden и Роберта Планта. В 10 классе девушка вместе с лучшим другом записалась на занятия в театральную студию. Именно там она открыла для себя, что игра это ее призвание. После окончания школы Бортич хотела поступить в один из столичных театральных вузов, но не смогла преодолеть тяжелый конкурс. Тогда Саша подала документы в педагогический институт. Однако целеустремленная девушка точно знала, что ей интересно, а на что она не хочет тратить свою жизнь. Именно поэтому спустя два месяца она бросила институт. Вместо неинтересной специальности Саша пошла классической тропинкой начинающих актеров. Стала ходить на кастинги, а на жизнь зарабатывала официанткой в кафе. Александра Бортич живет в Москве. Она долгое время встречалась с актером Ильей Маланиным, с которым познакомилась на съемках фильма «Неуловимые». Летом 2016 года по сети распространились заголовки «Александра Бортич выходит замуж». И действительно, актриса выложила в инстаграм фотографию с обручальным кольцом и хэштегом «Решетка Just Married». Однако вскоре девушка извинилась перед подписчиками, объяснив, что свадьба была частью съемок второго сезона «Полицейского» с Рублевки. В январе 2017 года стало известно, что Александра Бортич порвала с Ильей Маланиным после трех лет отношений. Многие сочли, что разрыв был вызван съемками в «Викинге». В одной из сцен девушку насилуют. Но это кажется маловероятным, ведь она уже ездила на гишом по Москве в рамках рекламной кампании фильма «Неуловимые» и снималась в весьма провокационном фильме «Джикслас». Так или иначе, девушка подтвердила факт разрыва, но ни с кем делиться перипетиями личной жизни не собиралась. Своего нового избранника, Евгения Савельева, Саша представила публике в 2019 году, однако официального заявления она не делала. Девушка просто стала публиковать многочисленные фото с новым молодым человеком, после которых поклонники все поняли. К слову, ее избранник – сын Валерия Савельева, предпринимателя и депутата Единороса из Свердловской области. В 2020 году Бортич родила от Евгения Савельева сына. Пара назвала ребенка Сашей. О пополнении в семье Александра рассказала в своем инстаграм. В феврале 2021 года Саша дала интервью Юрию Дудю, в котором рассказала, что муж поддерживает ее политические взгляды, актриса поддерживала Алексея Навального и протесты против Лукашенко в ее родной Беларуси. Но политику они в семье стараются не обсуждать, а то, что Савельев-старший состоит в «Единой России», ее не волнует. «Я живу с Женей, а не с его папой. Я встретила человека, я его люблю, и мы вместе живем. Не понимаю, какие вопросы могут быть ко мне». Ходили слухи, что ее и других актеров ТНТ, засветившихся на митингах в начале 2021 года, среди них была и Яна Троянова, могут лишить ролей на телеканале. Однако слухи остались слухами. Саша действительно стала реже появляться на экранах, но это связано с материнскими хлопотами. У Александры есть английский бульдог Джаггер, которого актриса часто называет любовью всей жизни. Девушка критически относится к алкоголю и старается следить за фигурой. Как отмечала сама актриса, у нее есть склонность к полноте. Сложно поверить, что эта тоненькая красавица раньше весила 70 килограмм. Саша регулярно ходит в спортзал, занимается танцами, а также изучает английский язык. Александра Бортич сейчас. В 2021 году Саша сыграла небольшую роль в сериале «Топи», бывшая девушка-героя Ивана Янковского. Хейтеры не применули упрекнуть актрису в том, что она набрала несколько лишних килограммов, забыв о том, что не так давно она стала мамой. В это же время она снялась в клипе Сержа Танкяна на песню «Иластисити», в котором вновь проявила бунтарскую натуру. Отказавшись сидеть в длинной и бессмысленной очереди и выпрыгнув в окно, серьезная роль досталась Бортич в социально-политической драме Алексея Германа «Младшего дела», участвовавшей в программе Каннского кинофестиваля и номинированной на награду «Особый взгляд». Саша играет дочь главного героя, профессора-литературоведа, который пытается обличить продажных чиновников, но в итоге сам становится фигурантом уголовного дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!